Ну, на самом деле, на доработку закона осталось не так много времени. 16 ноября срок внесения поправок уже истекает, поэтому сегодня собравшиеся уделили внимание каждому вопросу. Во-первых, говорили о повышении заработной платы педагогам. В ближайшие годы, уверяют депутаты, она должна существенно вырасти. Социальные гарантии теперь тоже будут прописаны в законе. Форма репетиторства, часы работы, переподготовка преподавателей – все это будет в рампах закона. Они не были прописаны в законе. То есть, например, повышение заработной платы поэтапно до 2018 года сейчас прописано. До этого такой, ну, будем говорить, формулировки не было. А сейчас социальные гарантии, которые прописывают все, что связано с учебной деятельностью, с педагогической нагрузкой, социальными гарантиями. Изменения коснутся и форм учебного процесса, причем всех уровней образования. Например, вузы смогут открывать свои кафедры прямо на предприятиях, а не только в своих стенах, как это было раньше. Это позволит студентам лучше осваивать навыки на практике. Обыденным станет и дистанционное обучение. Это нужно еще дорабатывать. Объясню, почему. Потому что здесь возникает очень большой вопрос с идентификацией или персонификацией студента. Мы же не можем знать, кто онлайн, дистанционно будет обучаться. Но я думаю, что это технический вопрос. В принципе, он будет решен. И для высшего образования это будет также большой плюс. Теперь эти поправки должны одобрить в Государственной Думе. Если там новому закону дадут зеленый свет, изменения вступят в силу уже с Нового года. Ирина. Спасибо. 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 Спасибо.